Я начну с книги, готов поспорить, никто ее не читал. Она называется «За пределами победы. Вечная мудрость философов». Если погуглить, то можно увидеть, что эту книгу издали в 1991-м, и у нее 4 рецензии с общей оценкой 3,8. Это значит, что эта книга не разлетается, как горячий пирожок, и мало кто ее вообще читал. Так и почему эта книга в моем списке? Потому что это нужная книга в нужное время с правильным посланием. Суть в том, что книга не должна быть бестселлером с высокой оценкой, чтобы расширить ваше сознание. Сегодня, господа, я поделюсь с вами теми книгами, которые изменили мою жизнь за последние 10 лет. Начнем с книги «Как оценить свою жизнь» автора Клейтон М. Кристенсен. Как отец, как бизнесмен, как человек, который хочет наслаждаться жизнью. Эта книга просто была написана для меня. Я не знаком с Кристенсеном, но я знаю, что он написал книгу таким образом, что она дошла до меня и дала понять, зачем мы вообще все это делаем. В чем смысл? Что стоит за всем, что мы делаем? Когда я ее читал, у меня не возникало ощущения, что мне читают нотации. Автор очень религиозный человек, но он рассказывает, почему мы делаем то, что мы делаем. Очень многие люди стараются взобраться на гору, и когда они на нее забрались, они понимают, что это была не та гора. У кого такое случалось? Вы работали годами над реализацией цели, а в конце понимали, что это не то, чего вы хотели. Что это было чужим желанием, вы делали то, что вам говорило общество. И мне нравится, как он помогает разобраться с этим и прийти к тому, что вас действительно зажигает. Поэтому я рекомендую эту книгу. Автор Клейтон М. Кристенсен «Как оценить свою жизнь». Кстати, все книги, о которых я сегодня рассказываю, ссылки вы найдете в описании. Далее у меня для вас книга Стивена Кинга. Да, Стивен Кинг. Это не один из его ужастиков. Я их, кстати, еще не читал даже. А вот та, которую я прочел, это «Как писать книги». И мне оно безумно нравится. Многие меня спрашивают «Антонио, как ты делаешь так много контента? Как у тебя получилось написать тысячу статей? Записать больше тысячи видео? Ты делаешь столько контента, как у тебя это получается?» И возвращаясь к этой книге, которую я прочел от Стивена Кинга, ты садишься и делаешь работу. Он так и писал, что каждый божий день он садился за свой рабочий стол, и он должен был выполнить норму по написанию страниц. И он сидел, пока все не заканчивал. Звучит просто, но так много людей не могут заставить себя работать. И когда ты видишь человека, который в год выдает по книге, а то и по две. И они довольно объемные, интересные книги, которые нравятся миллионам людей. Меня это вдохновило. Я тоже могу сесть и начать работать. Поэтому рекомендую эту книгу. Смело читайте. Следующая книга называется «Сила моментов. Почему опыт имеет такое значение?» Авторов Чип и Дэн Хит. Очень крутая книга. В ней говорится о том, почему мы помним некоторые моменты из своей жизни, а большую часть жизни нет. Чем вы завтракали 4 недели назад? Конечно, вы этого не помните. Никто не запоминает свой завтрак. Но мы запоминаем большие события в нашей жизни. И самое прикольное то, что в этой книге рассказывается, как мы можем выбирать и создавать такие моменты. С вашей семьей, с теми, кого вы любите. Или даже с вашими коллегами по работе. Поэтому, если вы хотите развить свою компанию, то вам нужно научиться создавать значимые моменты. Они рассказывают, как это делать. Если вы хотите научиться работать с возражениями, развивать свою компанию. Или у вас некоммерческая организация, и вы хотите, чтобы она смогла принести ощутимый эффект на людей. А у вас совсем немного времени, чтобы с ними взаимодействовать. Эта книга, она очень удивительная, потому что она применима к бизнесу. Ее можно применить к жизни. Скажем, вам хотелось бы чаще видеться со своей девушкой, и чтобы эти моменты были ценными без того, чтобы тратить много денег. Вот об этом данная книга. Следующая книга «Пятидесятый закон». Ее написал 50 Cent совместно с Робертом Грином. Мне нравятся истории и вообще все, что написано в этой книге. У Роберта Грина есть и другие книги. «Законы человеческой природы». Она, правда, в два раза больше. Кстати, он один из немногих авторов, которые могут говорить о мощности силы, а именно физической силы. И то, что большинство людей игнорируют, особенно академики. Когда я был в армии, знайте, мы можем болтать сколько угодно. Но когда дело доходит до силы, то на это есть сильные вооруженные мужчины, которые живут в нашем обществе, и мы не можем их игнорировать. Например, Путин и его действия в отношении Украины. Люди, которые не боятся того, что скажут другие, или что о них подумают. Это одна из таких книг. Ты ее читаешь и понимаешь, что это крутая информация. Она отлично подойдет тем, кто интересуется историей, и тем, кто хочет понять, как устроена сила в этом мире. Друзья, книгу «Пятидесятый закон» сейчас очень трудно найти на русском языке. Поэтому мы добавили ее в очередь на разбор в рамках нашего нового проекта «Undercover», где вы сможете ознакомиться с идеями из книг, которые не опубликованы на русском языке. Ссылка в описании. Далее и заменить все. Новая наука личного успеха. Ее написало много авторов. Но самым главным был Паттерсон. Мне нравится, что в ней приводятся серьезные исследования. В ней рассказывается о том, как можно поменять людей. Есть много книг на эту тему, про привычки. Я говорил раньше о них. Эта книга была написана 10 лет назад. Это была моя первая книга в этой области, и она оказала большое влияние на меня. Потому что я никогда не думал о том, как мы можем подстелить себе солому, когда мы собираемся что-то изменить в своей жизни. Если мы избавимся от всяческих отвлечений и просто создадим свою систему так, что мы реально будем меняться или, что вероятнее всего, менять все вокруг, в этой книге об этом рассказывается, как преуспеть в этом деле. Будь это ваша личная жизнь, ваши привычки или ваше окружение. Далее книга «Твердость характера», автор Анджела Ли Дакворд. Это шикарная книга. Многие думают, что кто-то в чем-то хорош, потому что он таким родился, или у них есть врожденный талант. А она разрушает этот миф и показывает, что отличает тех, кто достигает успеха, от тех, кто проваливается. И все оказывается в том, что те, кто успешны, находят в себе силы и время, чтобы работать и преодолевать трудности. Помню, когда служил в армии, мне всегда хотелось сделать себе вызов. Я понимал, что если я справлюсь с этим, то остальная моя жизнь будет сущий пустяк. Пройдя через этот опыт, через эти испытания, я понял, что это придаёт силы в жизни. Об этом говорится в этой книге. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети добились успеха, или чтобы ваши работники преуспели, эта книга поможет. Далее, менее глупая дорога автора, Кита Джей Каннингама. Мне безумно понравилась данная книга. Автор супер успешный человек, и он рассказывает, что суть не только в том, чтобы принять правильное решение, по факту это редко случается, а суть в том, чтобы не принимать дурацкие решения, а просто дать себе время подумать. Он рассказывает, как создать себе такую возможность, чтобы подумать, как избежать ошибок. Как не платить дурацкий налог. Крутая книга, я вам рекомендую. В этом списке вы не найдете книги «Смерть Сократа» или «Медитация». Это классные книги. Я магистр по философии, но это сложные книги, и я бы не стал их перечитывать. А вот книгу «Эго. Наш враг» от Райана Холидея мне нравится перечитывать. Я это делаю периодически. Почему? Потому что в этой книге говорится о Марке Аврейлии, о стойках и различных философов. И он действительно хорошо все сопоставил. Куда лучше других. Чтить мудрость древних философов, которая передавалась из поколения в поколение. «Эго. Наш враг» настолько мощная книга. Он рассказывает, насколько наше раздутое эго самый большой наш враг. У меня такое эго. Уверен, что у многих из вас есть такое. И когда читаешь эту книгу, она тебе все время об этом напоминает. Читаешь эту книгу и задаешься вопросом, а не слишком ли ты себе потакаешь и не совершаешь ли ты глупостей. Эссенциализм. Автор Грег Маккэн. Эта книга одна из моих любимых. Я ее переслушиваю примерно раз в три месяца. Эта книга просто помогает привести мне мою жизнь в порядок. Каждый из нас периодически сталкивается с проблемами, например, когда слишком много приложений установлено на телефон. Люди так и норовят перехватить наше внимание. Если вы семьянин, или у вас есть девушка, или люди, с которыми вы хотите поддерживать отношения, друзья с университета, но жизнь бежит вперед, появляются кучи дел, как с этим справиться. И вот что Грег пишет в своей книге, ты не обязан. Тебе надо выкинуть все, что неважное. Сколько всего в жизни представляет из себя просто шуми отвлечения. Поэтому это надо повторять каждые несколько месяцев. Потому что даже когда ты все почистил, через некоторое время очень много отвлекающих вещей снова врываются в жизнь. Поэтому мне необходимо сделать шаг назад, пересмотреть все, что происходит, и оставить только самое важное. Поэтому неважно, на какой стадии вы сейчас находитесь, эссенциализм вам поможет. Давайте поговорим о деньгах. Мне кажется, что многим давали очень плохие советы насчет денег. Есть много книг, которые я мог бы порекомендовать. Некоторые из них очень высокого уровня. В них рассказывается о том, как создавать долговременное богатство. Другие же книги будут слишком специфичны. Например, эта книга погружается в детали, как настроить свои финансы, будучи предпринимателем. Мне она понравилась, но книга, которую я хочу вам порекомендовать, называется «Я научу вас быть богатым». Автор Рамид Сетхи. Есть много похожих книг, но мне нравится его точка зрения на то, когда люди ему говорили, что деньги надо экономить. Не стоит покупать латте в Старбаксе. Он отвечает, знаешь, если это тебя делает счастливым, тогда делай это. И лучше пойди и перезаключи договор на аренду, сэконом десятки тысяч долларов. Так как твоя кредитная история стала лучше за последние пять лет, и рефинансируй эти деньги. Вещи, о которых он рассказывает, связаны с большими выигрышами. Все тебя пытаются заставить делать то, чего тебе не хочется. В свою очередь, он говорит наоборот. Ну, может что-то можно перетерпеть, но лучше сфокусироваться на чем-то большем. Вот на что он ставит. Вещь, которую я взял у Рамита, и я не видел, чтобы многие об этом упоминали, это иметь несколько сберегательных счетов. И не два-три, а двадцать. Для всего, на что мы хотим собрать деньги. Каникулы для наших детей. У меня даже есть счет для собаки, потому что мы ее отводим к ветеринару и покупаем еду. Мы просто откладываем деньги каждый месяц, поэтому на нем всегда есть баланс. Поэтому мне не приходится пользоваться лишний раз кредиткой или выписывать чек. И да, у собаки есть свой счет. Следующая книга называется «Формула. Вселенский закон успеха». Автор Альберт Ласло Барабаши. Мне нравится, что этот парень использовал все свои связи в научном мире. Перелопатил все исследования, чтобы выяснить, что по-настоящему делает человека успешным. И он не постеснялся сказать, что это нечто неосязаемое. Да, у вас должен быть талант. Вы должны разбираться в чем-то. И он приводит примеры людей, которые стали успешными, и о них никто никогда не слышал. История их забыла. Почему? Потому что у них не было других частей этого уравнения. И он называет их «это возможность сотрудничать с другими». Умение создавать репутацию. Это действительно интересно. Например, как вы оцениваете искусство? Почему некоторые произведения стоят очень много, а другие ничего? И дело в том, что художник не просто обладает талантом. Он также умудряется и продвигать свое искусство. Выставляться в галереях за счет своих связей. Поэтому это очень интересно. Особенно если вы в искусстве и хотите стать лучшим в своем деле, то вам надо прочесть эту книгу. Я большой фанат истории, поэтому покажу вам парочку экземпляров. Первое – это уроки истории авторы Уилл и Ариэль Дюрант. И краткая история всего – автор Билл Брайсон. Если вы читали их или знакомы с авторами, то вы понимаете, что они очень различаются. Они рассказывают об истории в разных стилях. Но если вы прочтете эти книги, то у вас прояснится картинка, и вы поймете, почему мы делаем то, что мы делаем, и откроете для себя более широкое видение человеческой натуры. Что прикольно в истории, когда ты ее понимаешь. Во время просмотра новостей ты начинаешь понимать, что нет ничего нового, что связано с нашей человеческой натурой. И что мы делаем все эти вещи, и надо быть аккуратными с людьми. Потому что у нас есть очень дурные пристрастия, особенно, когда мы собираемся толпой. В истории это показывается снова и снова, поэтому я вам рекомендую прочесть эти две книги.